25 марта в Тулу с рабочим визитом приехал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В ходе визита он посетил Центр защиты прав граждан, в котором не только пообщался с коллективом центра, но и принял туляков, которые рассказали ему о своих проблемах. В Туле Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» открылся 20 декабря 2015 года на улице демонстрации. За три месяца команда молодых специалистов провела 293 встречи с населением. И уже сейчас результаты видны невооруженным глазом. Два миллиона граждан. Когда капремон делался? Капремон делался в 2010-2011 год. Фундаменты милые, то есть дом в аварийном состоянии остался. Здесь все расписано. Угрозы жителям, письменные. Совершенно очевидно, необходимо к генеральному прокурору обращаться. Таких центров на сегодняшний день в России 42. Ближайшие полтора-два месяца их будет 75. Практически все субъекты Российской Федерации. Создавая эти центры, мы решаем две очень важные задачи. Первая задача просветительская. Люди не знают своих прав, не умеют их отстаивать, но когда не знаешь, какими ты правами обладаешь, естественно, и не можешь их и защищать. В этой связи мы хотим людей научить тому, как защищаться, в том числе от возможного беспредела управляющей компанией, прежде всего. И по опыту работы центра защиты прав граждан мы видим, что около 80% всех обращений – это сфера жилищно-фаналевого хозяйства. Вторая задача центров – это уже конкретная помощь конкретному человеку в конкретной ситуации. Дело в том, что наша партия – первая, единственная на сегодняшний день партия, которая пошла к людям. Мы сегодня с людьми работаем на расстоянии выкинутой руки. В общении с журналистами глава «Справедливой России» поделился планами на сентябрьские выборы в Госдуму. Так, на выборах в парламент Тульский регион по двум одномандатным округам будут представлять председатели регионального отделения партии Сергей Гребенщиков и секретарь регионального отделения партии Анатолий Кузнецов. Восглавит региональную группу действующий депутат Государственной Думы Алла Кузьмина. Для выполнения задач всем региональным отделениям предложено ориентироваться минимум на 20% голосов избирателей. С точки зрения ожиданий от избирательной кампании результатов по выборам депутатов Государственной Думы здесь все очень просто. Эти ожидания я сформулировал на Центральном совете нашей партии, который прошел в конце октября прошлого года. Я поставил боевую задачу, непростую, но, на мой взгляд, реально достижимую, а именно по итогам выборов, по результатам, получить столько депутатских мандатов, чтобы наша фракция была не меньше, чем второй в Государственной Думе. Анастасия Жукова, Алексей Зотов, Телетуа.